Абхазская телевидение продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амши Кшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Асламбжане принял участие в рабочей встрече депутатов с представителями исполнительной власти. В городе Героят Куарчал проводят установку новых современных уличных фонарей. В администрации Сухумского района обновился парк спецтехники. Кубок президента Абхазии по конному спорту разыграли на Бзыбском ипподроме. Асламбжаня поздравил Владимира Путина с днем рождения. Ваша деятельность на посту главы государства и правительства – это история укрепления России, основанная на фундаментальных ценностях свободе и справедливости. Абхазский народ безмерно благодарен вам за личный вклад в признание независимости Абхазии, за поддержание мира и обеспечение безопасности нашей республики, за ваше личное участие в оказании неценимой помощи в социально-экономическом развитии Республики Абхазия. Отношения между нашими странами служат примером крепкой дружбы и взаимного уважения, говорится в поздравлении президента Абхазии. Асламбжаня принял участие в обсуждении проекта российско-абхазского межправительственного соглашения об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Абхазии. Во встрече, которая прошла в парламенте, приняли участие вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, вице-премьеры и генеральный прокурор. Спикер Лаша Ашуба отметил, что обсуждение соглашения – один из этапов интенсивной работы, который ведут депутаты над проектом. Участники встречи подробно обсудили содержание проекта соглашения, а также поправки. Ранее представленные депутатами высказали свои мнения по отдельным статьям, в частности, касающиеся вопроса в НДС распределения объемов инвестиций по различным сферам экономики. Как сообщает пресс-служба парламента, депутаты согласились с тем, что не все их поправки могут быть отражены в окончательном варианте соглашения. Но они считают, что есть принципиальные позиции, которые должны быть учтены в переговорном процессе по данному соглашению до его подписания. Гарри Делба назначен советником президента Абхазии по развитию финансовых структур. Соответствующее распоряжение подписал глава государства. Гарри Делба уроженец города Ткорчал. В 1984 году окончил МГИМО МИД СССР по специальности международные отношения. В 2004 году получил диплом бизнес-школы Чикагского университета. В 2005 году окончил российский новый университет по специальности финансы и кредит. Совсем скоро Ткорчал засияет огнями. Здесь устанавливают уличное освещение. Подобных масштабных работ в городе Герой еще не было. Работы ведутся с середины августа на улицах Айтгылара, Бжуйская, Горького, Сосналия, Ванарта и Гуля. Уже установлено 130 фонарей и 150 запланированных. Фонарные столбы высотой 5 метров оборудованы LED-лампами и системой автоматического включения-выключения. Работы финансируются из средств местного бюджета. Подробности в репортаже Гугу Цевардания. С середины августа на улицах Айтгылара, Бжуйская, Горького, Сосналия, Ванарта и Гуля установлено 130 фонарей и 150 запланированных. Проект финансируется за счет средств местного бюджета. Начали мы эту работу где-то в середине августа. И сейчас сколько? Ну полтора месяца. Не считая то, что были дождливые погоды, мы так не работали. Думаю, к ноябрю мы это все забросим уже, где-то к середине. По словам местных жителей, из-за отсутствия уличного освещения в городе, вечерами выходить на улицу было небезопасно, особенно в зимний период. Мы очень рады, что так за нас переживают, что все так организовали красиво. И быстро темнело, как бы зимний период. Ночью раньше боялись выходить на улицу. И нам здесь условия создали. Нам очень приятно. Благодарны, кто к этому причастен. Это первые масштабные работы в Ткуарчале по монтажу уличного освещения более чем за 30 лет. Замглавы администрации района Виталий Квицинья отметил, что жители часто жаловались на отсутствие света на улицах города. Старые фонари, установленные около 35-50 лет назад, стали непригодными и восстановлению не подлежали. Параллельно в городе ведутся и другие работы по ремонту и строительству дорог, школ и парков. В администрации Сухумского района обновился парк спецтехники. Два новых мусоровоза переданы коммунальному хозяйству. На покупку техники из резервного фонда президента было выделено более 7 миллионов рублей, а из бюджета района 8 миллионов 900 тысяч. Также дополнительно были приобретены мусорные контейнеры. Шазина Ханагуа расскажет детали. У здания администрации выстроилась техника, которая в ближайшее время пополнит автопарк района. Достоинства коммунальной техники оценивают водители коммунального хозяйства. Всего получено два мусоровоза. Большая вместительность позволяет вывозить за один рейс 8 кубов бытовых отходов. Было обращение с нашей стороны, с управления коммунального хозяйства, с просьбой главе администрации Сухумского района Алхаса Зауровича Читанава о нехватке машин. Были выделены средства из Сухумского района 8 миллионов 900 тысяч на одну единицу. И из резервного президентского фонда было выделено 7 миллионов 50 тысяч рублей. Огромная помощь Сухумскому району будет отражаться на качестве работы нашей организации. Всего на балансе коммунального хозяйства администрации Сухумского района было 3 спецтехники. Покупка новых машин была крайне необходима, так как они обеспечивают эффективное гигиеничное удаление мусора из общественных и жилых зон. Мусоровозы предотвращают накопление отходов на улицах, снижают риск распространения инфекции и поддерживают экологически чистую среду. Спецтехника играет ключевую роль в поддержании чистоты и порядка в населенных пунктах. Следует отметить, что дополнительно были приобретены контейнеры за счет средств районного бюджета. Дополнительно еще было приобретено 6 единиц контейнера на общую сумму 619 тысяч рублей. Мусор ежедневно вывозится. Есть определенные, значит, разбиты территориально. Люди знают свои территории, ездят, убирается мусор. Каждый день машина выезжает. Хотелось бы, желательно, чтобы работа шла наша качественнее, хотя бы еще 2 единицы было бы намного лучше. Работа наша в плане качества, чтобы расставить везде, по району, чтобы нигде не оставить точки. Эти мощные машины курсируют по городским улицам, обеспечивая чистоту наших домов, предприятий и районов, защищая как окружающую среду, так и здоровье людей. Руководитель штаба помощи Донбассу в Абхазии, войсковой атаман Черноморского казачьего войска, ветеран Отечественной войны народа Абхазии Вадим Мироненко в интервью нашему телеканалу рассказал о начале работы штаба, о сложностях, с которыми приходится сталкиваться ежедневно, и помощи, которую оказывают неравнодушные жители Абхазии Донбассу. Смотрите интервью с Вадимом Мироненко после выпуска новостей. Сотрудники ГАИ задержали 18 нетрезвых водителей на дорогах Абхазии. 16 человек были в алкогольном опьянении. Двое отказались от медицинского освидетельствования. А в городе Сухом выявлено два факта незаконного хранения наркотических средств. Далее оперативная съемка МВД. В отношении жителя Гулорыбшского района Пачулия Алекса Игоревича 2000 года рождения делом дознания столичного УВД возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения наркотического средства. Запрещенное вещество у данного гражданина было изъято при личном досмотре. Подозреваемый хранил при себе целлофановый пакет со свертками каннабиса. Алекс Пачулия был задержан по улице Героев пограничников в ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками уголовного розыска 1-го отдела милиции УВД по городу Сухом. Аналогичное преступление вменяется жителю села Пакуач Пачулия Альберту Раминовичу 1998 года рождения. Наркотическое средство последний перевозил в автомобиле, на котором следовал в момент задержания. При осмотре салона автотранспортного средства сотрудники уголовного розыска 1-го отдела милиции столичного УВД обнаружили пачку из-под сигарет, в которой был спрятан сверток с каннабисом. Уголовное дело, возбужденное в отношении Альберта Пачули, расследует отдел дознания УВД по городу Сухом. На период предварительного следствия граждане отпущены под подписку о невыезде. Сотрудники госавтоинспекции продолжают специальные рейдовые мероприятия по выявлению лиц без права управления автотранспортом, нетрезвых водителей, а также тех, кто скрывает свое состояние, отказываясь от медицинского освидетельствования на предмет опьянения. Колландия Гочаутарович, 1990 года рождения, житель Гуларыбшского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении без водительского удостоверения. Саманджа Руслан Нурбеевич, 1995 года рождения, житель Гудаотского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении, совершив повторно данное правонарушение в течение года. Кишалашвили Валерий Александрович, 2001 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Якуба Глэстамур Викторович, 1987 года рождения, житель города Чемчира, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Гулы Сергей Антонович, 1972 года рождения, житель Белгородской области, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Возба Денис Вазикович, 1987 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Букактар Бран, 2000 года рождения, житель Гулорубжского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Гогохи Ника Асланович, 1988 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Чакрян Артур Карапетович, 1974 года рождения, житель города Сочи, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Сагария Даур Витальевич, 1985 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Чкото Гурам Фридонович, 1984 года рождения, житель города Гал, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Джоев Артур Яшевич, 1974 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Солом Калмазхан Шаликович, 1972 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Свейба Роман Львович, 1975 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Муленко Артем Евгеньевич, 1999 года рождения, житель города Севастополь, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Барцыц Беслан Николаевич, 1957 года рождения, житель города Гудаута, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Дбар Геннадий Ардашелович, 1966 года рождения, житель Гудаутского района, отказался от прохождения медицинского свидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Инна Пшебаляс Нурбеевич, 1983 года рождения, житель города Сухом, отказался от прохождения медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Рейдовые мероприятия, направленные на выявление злостных нарушителей, проводятся каждый день по всем районам республики. Кубок президента Республики Абхазия по конному спорту разыграли на Бзыбском ипподроме 5 октября. Наездники соревновались в шести скачках на разные дистанции, метании дротиков и конном футболе. Победителем скачки на приз памяти первого президента Владислава Ардзенба стал скакун по кличке Натан под седлом жокея Алима Батуева. На приз памяти второго президента Сергея Багабш скакун по кличке Дайгун Кит, также под седлом жокея Алима Батуева. Победителем скачки на кубок президента Аслана Бжания стала лошадь по кличке Радеда. Команда Ритинского реликтово-национального парка стала победителем в состязаниях по метанию дротиков. Команда также выиграла в состязаниях по конному футболу, одержав победу со счетом 17-2 над гагрскими конниками. Победители и призеры турнира были награждены денежными призами, дипломами и кубками. Общий призовой фонд составлял почти 2,5 миллиона рублей. В перерывах между скачками для многочисленных зрителей турнира была организована концертная программа с участием артистов абхазской эстрады. Абхазия заняла 11 место из 28 стран участников первого чемпионата мира по шахматной композиции среди женщин. Нашу страну на соревнованиях представляла кандидат в мастера спорта Саида Лагвитава. Чемпионат проходил в Туле с 4 по 6 октября. В нем принимали участие более 60 спортсменок. А сейчас прогноз погоды. По сообщению синоптиков, во вторник 8 октября в Абхазии ожидается облачность с прояснениями погодом. До второй половины дня дождь с грозой. Местами возможен град. Температура воздуха ночью плюс 13-18, днем плюс 18-23. Температура морской воды плюс 22 градуса. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова